Здравствуйте, уважаемые коллеги! Знаете, зачем нужна математика, кроме того, что она царит от всех наук? Как говорил Ломоносов, математика умбострит. Она воспитывает такую четкость формулировок, мозг развивает, даже если вы гуманитарий. Вот такая история, представим себе. В Австралии проходил всемирный научный конгресс междисциплинарный. Туда прилетали ученые из всего мира, представители разных наук, которые прилетают в Канберруль, в Сидней, а потом их на поезде везут в маленький городок, где проходил конгресс. Там бескрайние луга, овечки пасутся, все овечки белые. Они любуются этим пейзажем таким идиллическим. И вдруг все эти белых овечек, они увидели, есть одна черненькая овечка. И биолог сказал, смотрите, в Австралии есть черные овцы. Биолог. Физик посмотрел и сказал так, в Австралии есть как минимум одна черная овца. Потом посмотрел математик и сказал, в Австралии есть овцы. И одна из них, как минимум с одной стороны, черная. Вот это точная математическая формулировка. Точнее не скажешь. Вот за этим, кстати, нужна математика. Формировать четкие формулировки, четкое мышление. На днях у нас, ну, проходили занятия, курсы повышения квалификации, преподавателей разного возраста там люди. И вот как бы на семинаре обсуждали одну тему. И вот один такой очень заслуженный профессор, пожилой, конструктор великолепный в свое время, да и сейчас. Он сказал, знаете, я ведь не помню, что меня учили читать. Меня вообще не учили читать. Говорят, сам научился. Выписывал журнал «Мурзилка», как стал вспоминать, как это было. Я что-то подумал, действительно, в моей практике тоже вообще-то был такой случай, получается, да. Потом ты узнал, что это называют методикой врожденной грамотности. Хотя, правда, она не совсем врожденная. Есть такая, ну, сайт там, можете посетить. Там как бы исправляют грамотность в любом возрасте. А тут врожденная грамотность. И вот что-то подумал, я действительно не помню, чтобы меня учили читать. Родители рассказывали, что я однажды, там, годах четыре подошел, и у отца в газете прочитал какой-то заголовок. А потом стал разбираться и понял. Пушкин Александр Сергеевич. У меня была такая хорошая, великолепная книга, изданная в сказке Пушкина. Мне ее читали. Пушкина в сказке нельзя не запомнить наизусть. Потом я, не зная еще букв, наизусть как бы читал, повторял, водил пальцем по строчкам, имитирую, что я это читаю. И вот с тех пор у меня такое чувство, что я просто знаю, как каждое слово пишет, как китайский иероглиф. Просто знаю, что слово пишется. Правила я не знаю. Жиши пишется с буквой «и», чаща пишет с буквой «я», и не с глаголом пишется отдельно. Вот это все, что я знаю. Остальное я просто знаю, как пишет это слово. Когда какая-то опечатка, ошибка, у меня сразу режет глаз. Вот такая методика в рожденной грамотности. Оказывается, это такое бывает. И а потом, и выделывается, что не один я такой. Вот тот профессор тоже, оказывается, примерно так научился читать. Попробуйте, может, и у ваших детей так получится. Я вот тут недавно пережил, в общем, тоже очень хорошее чувство. У нас в техническом университете аспиранты проводят такую конференцию. Они тоже проходят квалификацию по педагогике обучаемых. И вот такая итоговая конференция, на которой каждый выступал с некой микролекцией, что ли, в своей кафедре, специальности, проблемах в этой науке. Ну, условно говоря, как бы для аудиториентов или для первокурсников. И вот люди с кафедры экологии, ребята, значит, выступали. Причем остальные, у нас великолепные умные аспиранты, оказывается. Они дискутируют, задают вопросы, интересуются. Не просто формально сдать зачет, выступать, и все. Они там у нас время даже затянулось, но это было интересно. Они между собой стали знакомиться, межкафедральные связи. Они же будущие доценты, профессора, очень хорошо. И вот зашел вопрос у экологов, в том числе, о парниковом эффекте. И вот он эколог говорит, дело в том, что земная атмосфера не пропускает инфракрасное излучение Солнца. Ультрафарелена и пропускает, а инфракрасное нет. Если бы пропускало, у нас на Земле днем была бы температура плюс 300, а ночью минус 200. И тут я вспомнил, вообще-то, говорят, где-то давно было доказано. Английский физик Юнг, модуль Юнга из теории упругости, он сделал два парничка, еще в начале 20 века. Один закрыл стеклом, а второй такой же пластинкой, но и с поваренной соли, такой же толщиной. Вот поваренная соль, она имитирует земную атмосферу, не пропускает инфракрасное излучение, а ультрафиолетовый пропускает. Вот под стеклом парниковый эффект был, а под солью нет. То есть там температура не менялась. Это земная атмосфера. И в то же время миллионы людей всерьез обсуждают вот парниковый эффект, потепление. Давно увидели это потепление. Экспериментально, сто лет назад, даже больше уже доказано, что он не существует. А все остальное, это уже разговоры в пользу бедных. Кому-то надо что-то продать, кому-то надо внести панику у населения, опроводать какие-то сокращения численности и прочие вещи. В конце концов, продать вместо Фреона какой-то новый холодильный агент, как фирма Дюпон, в свое время это сделала, ссылаясь на озоновые дыры. Якобы Фреон разрушает озоновый слой. Оказалось, полная туфта, просто они уничтожили конкурентов на рынке, внедрили свое вещество более дорогое. Так что надо аккуратнее относиться и критичнее ко всем этим разговорам о свинячих гриппах, озоновых слоях, дырах и о парниковом эффекте. Желаю вам в этом успеха. Уважаемые коллеги, я сейчас вспомнилась, просто на днях там связи с Министерством культуры, там эти фильмы каким-то дурацким, которые обсуждали запрещать, его не запрещать. Но не об этом речь. Не нынешний министр культуры, не хочу его обидеть, не Динский, как раз человек очень интеллигентный, грамотный, ну один из его предшественников. Вот новый министр культуры назначен. Первое его интервью, этот министр культуры говорит, а вот мы сейчас составляем каталоги культурных ценностей и прочее. А вы, может, еще и некрологи пишете? Может, еще вас нефтепроводы прокладываете? Ну как, это прям как в анекдоте про это. Это Министерство культуры? Или это прачечное? Нет, это Министерство культуры. То есть начинается с того, что министр культуры уже неграмотно говорит, ну что остается остальным делать, да? А ведь он до сих пор говорят, да, не согласно чему, а согласно чему? Согласно чему? Согласно приказу, согласно вашему распоряжению, согласно вашему письму. В течение месяца, в течение года, а не в течение ИИ, сплошь и рядом. Тем более, еще, опять же, интернет-культура, ЕГЭ, то есть не камильфо, надо все-таки говорить грамотно. Знаете, в последнее время очень часто сталкиваешься в школьной среде, может, в студенческой, вообще, в интернете, где угодно. Знаете, у нас есть вот ура-патриоты, да, и караул-патриоты, есть просто паникеры, и вот этих, паник, даже не от событий, которые происходят там, а вот это какое-то отношение, вбитое в голову, ну, в принципе, они, может, и не виноваты, это вбили в голову. Ну, вот, что все у нас плохо, все у нас пропало, все это, и главное, что один студент, у меня прям со селезам на глазах, на зачете, прям плакал с овечьими глазами, у нас же все делается на Западе, все к нам приходит оттуда, мы ничего, да, электронную почту, я тебе пришлю с рабочего стола, специально для паникеров держу, около 200 изобретений, сделанных в России. Вот другое дело, беда, что у нас внедрение всегда очень плохо, лучшее в мире делаем, а вот внедрить, ну, вот, значит, все говорят, вот персональный компьютер, да, 3D-принтер. 1973 год, Арсений Горохов, он сейчас преподаватель Омского института путей сообщения, он называл это, как его, извините, интеллектор, интеллектор, ну, что это было? Это был системный блок, жесткий диск, монитор, клавиатура, все кроме мышки, персональный компьютер, 1973 год, ну, вот, ну, запатентован, опять же, как авторское свидетельство, это, значит, открытая печать, кто угодно может прочитать потом, во Франции же не запатентован, в Америке, и повторить. Ну, это не значит, что Стив Возняк, ну, передрал, что ли, свой Apple с Арсения Горохова, мог и сам это сделать, я сказал, Стив Возняк, не Стив Джобс, Стив Джобс хороший коммерсант, а одноклассниковый Стив Возняк, родители выходца из Западной Украины, для него это была курсовая работа, компьютер Apple будущий, он не придал им особого значения, а Джобс уговорил его, давай все-таки откроем фирму, попробуем их производить, ну, попробовали, вот получилось, Возняк, он такой второе лицо, как бы не публичный человек, ну, ну, маленькие изобретения делаются одновременно в разных точках мира, вот, примерно такой случай, вот, а уже 77-й год, тот же Арсений Горохов патентует, вот, а построитель пространственных рельефов, сейчас это называют 3D принтер, и пришло это оттуда уже к нам, ну, есть вот такая вещь, у нас, в общем, патентная культура, и часто вот такая вот коммерческая тайна, что ли, которую теперь можно хорошо продать, ну, вот, не развито у нас так это, мягко скажем, гениальные вещи делаем, а вот по внедрению всегда у нас что-то вот, а потом приходят оттуда, говорят, вот, они там умеют работать, изобретать, а мы нет, да ничего подобного, умеем изобретать, внедряем плохо. Продолжаем разговор о Казанских улицах. В Новосоюзовском районе улица имени Михаила Алексеевича Лаврентьева, академик Лаврентьев, кто он был такой, уроженец Казани, родился в Казани в 1900 году, поступил в Казанский университет, физик, механик, математик, потом перевелся в Московский университет, и занимался различными направлениями, такой математики, физики, механики, теории взрыва, многое внес в родители советской космонавтики, потом и так далее. Ну, наверное, может быть, главное его детище было, это создание сибирского отделения Академии наук в Новосибирске, знаменитый Академгородок. То есть наука, не только в центре в Москве концентрировалась, но она ушла туда, ближе к области применения, ну, туда Академгородок, это до сих пор славное имя в истории нашей страны, нашей науки. Скончался он, Академик Лаврентьев, в Москве, но похоронить себя завещал у меня там, в Новосибирске, рядом со своим детищем. А в Казани память о нем осталась улица, которая называется улица Лаврентьева. До свидания.